Какое ваше фирменное блюдо? Курица. А можете рассказать, как вы его готовите? В духовке. Все? Посолили, помариновали в духовку. Быстро. Оливье. А может у вас какое-то особенное оливье? Как вы его готовите? Нет, самое обычное, стандартное. Новый год, мандарины, шампанское, оливье, мясо, красная рыба, икра. Путерброды с красной икрой. Готовим. Салат с черносливом. Че, так долго? Да, оливье. Ну, все обычное. Берем чернослив, набиваем его чесноком, грецкими орехами и сыром. Добавляем зеленушечки немножечко, и все. Утка фаршированная, яблоко. А расскажите, как вы ее готовите? Сказать, как готовить? Да. Ой, ну, помыть, обработать, как положено, все. Специями ее намазать. Немножечко майонеза. Потом яблоки внутрь, и желательно с орехами. И в фольгу, и в духовку. Запускаем очень вкусно. Легко делается? Легко. Оливье. Ну, а... Или торт селезневого, там, ну, это мама делает обычно. Ну, а расскажите, как вы его готовите? Ну, что-нибудь. Ну, что именно? Ну, как его готовить, расскажите, рецепт. Давайте лучше салат. Давайте салат. Ну, как? Ну, блин, ну, покупаешь продукты, берешь и готовишь. Нарезаешь. Нарезаешь, да. Все закидываешь, заливаешь майонезом, и все. А что за продукты, расскажите? Какие? Ну, перечискивайте. Оливье? Да. Что там у нас? Огурцы. Огурцы. Огурцы, да. Кабаса. Кабаса, картошка. Картошка. Да. Яйцо вареное. Яйцо. Ну, это, скорее всего, даже не салат, это мясо в основном. Салат, как-то сделано особо деликатным образом. На фольгу выкладывается кусок свинины, то есть, желательно, они жирные, и отдельно кусочки сала. Их смазывают предварительно морчицей, также различными специями по вкусу. Ну, соль обязательно, но чуть-чуть соли, немного. Вот. Данный кусочек свинины опадывается с двух сторон салом и заворачивается непосредственно в клечек, в фольгу, запекается около часа. Получается очень вкусно, сочно, потому что сок вис остается в фольге. Замечательное блюдо, и на гарнир, как картофель, так и рис, любые овощи, очень вкусно. Я люблю утку по-афганистански. Ну, очень вкусное блюдо. Короче, берешь утку, сдираешь с нее кожу, нарезаешь, потом мелкими кусочками туда заправляешь помидоры, огурцы, там всякие приправы. Вот. Все это запихиваешь, короче, в печку, печку русскую, ну, настоящую. Вот. И ждешь два часа. Очень вкусно. Вкусно. Приходите на Новый год ко мне все. Спасибо. Ну, давайте, пускай это будет курица, фаршированная блюдами. Это очень тяжелое. Ну, берется курица, целая курица. Достается все внутренности, как бы, даже остаются только ножки, и курица начинается блинами. Все. Ну, я на Новый год с удовольствием покушала креветки с пьем. Вот. Почему? Почему? Ну, это вкусно, необычно. Сдолбалась уже эта львия. Здоровья всем. Всем здоровья. Чтобы у нас страна, чтобы расцветала. Вот. Экономически так просто. Вот все. Белорусам. На стабильности, уверенности в себе. Вот. Семейного благополучия всем. Кто только начинает свою семейную жизнь. И кто, кто давно живет вместе. Конечно, хорошего настроения. Всем позитива. Всего всех благ. И самое главное, здоровья. Потому что здоровья ни за что, никакие деньги не купишь. Я хочу пожелать всем белорусам попробовать утку по-авганситации. Пожелаю много радости, улыбок и отличного настроения. Я бы всем пожелала удачи в следующем году. Счастья и терпения. Вот. Особенно приду и привет всем подписчикам Тутба и ВКонтакте. Вот. Всем большой привет. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok